Всем привет! Меня зовут Катя Рок. Я ваш, надеюсь, любимый персональный стилист, YouTube-блогер, влогер, все, что хотите. Добро пожаловать в мой влог. Здесь будет все, как вы любите. Петербург, еда, шоппинг, даже немножко получится вставить работу с моей клиенткой. Сейчас я нахожусь в очень классных апартаментах, в которых решила неделю пожить, чтобы немножко сменить локацию, отдохнуть. Ну, вообще, да, смена обстановки — это всегда круто. Я обязательно вам покажу эти апартаменты. Решила немножко почувствовать себя туристом в родном городе. Я вам обещала немножко включения шоппинга. Вот мы с Татьяной пришли смотреть сумку в Селин. Смотрите, какая красота, как она вписалась в образ нашу дубленку. Мы сейчас занимаемся гардеробом осень-зима. Скоро перейдем к весне-лето. Смотрите. Какова красота? Какова? Да. Уженство людей. Да. Померили тапки The Row. Они очень удобные. Просто, можно сказать, носки на подошву. А на самом деле сейчас будем мерить эти красивущие казаки. Ботега. Обсуждаем с Таней, какие разные могут быть казаки. Что вот эти кожаные, узкие, очень-очень стильные, со странным скошным каблуком, с острым мыском. Все такое, но неудобные. Вот эти Селин, такие более этнические, да, более классические казаки. Замши более мягкие, более удобные. Но такого кайфа ты от них не получаешь визуального. Вот и что делать. А это The Row. Кстати, сейчас супер популярные, удобные малыши. Да, очень-очень. Но они этим славятся. Так, вот наш первый лук. Ане все нравится. Она говорит, что чувствуется все очень органично. У нас Мартинса, джинсы Totem, перевернутая сумка Жак Мюз. Вот. Стеганка Theory, очень классный бренд, люблю его. И там у нас еще такая простая бежевая футболочка тоже Жак Мюз. Да. И как-то и украшения. Задача, да, наша сегодня подобрать базовых вещей. Я уже разбирала Таня гардероб. Он у нее достаточно сложный, интересный. Поэтому нам не хватает вот таких вот базовых краплений, хороших джинс сидящих, простой футболки, простой куртки. Да. Простой сумки. Очень. Очень самая простая сумка в мире. Вот. Сейчас пойдем дальше. Да. Самые приятные слова для стилеста. Мне очень нравится. Очень. Кайф. Смотрите, у нас здесь базовый, серый, круто сидящий костюм, трикотажный, но при этом, видите, там есть разные варианты, но я выбрала именно брючины такие в стиле палацца, то есть широкие штанины и свитшот. Супер комфортно. Мы уже замиксовались. С свитшотом. Нет, вот с курткой. Да. Миксовали. И еще говорила Таня в процессе, что у нас тут висит укороченная худи, давай сейчас ее померим. Потому что она говорила, тебе не хочется что-то сюда вверх покороче. Я говорю, что настроение у нас каждый день разное, иногда хочется что-то широкое, прям чтобы скрыться от глаз долой. Вот, а иногда хочется короткое сверху, чтобы показать талию, показать длину ног и все такое. То есть тут все зависит от того, с каким настроением мы просыпаемся, чего хотим. Вообще хороший базовый, ну не базовый, ладно, хороший гардероб сезонный. Так и работает. То есть мы просыпаемся, все-таки, о, что-то отстой, все, ничего не хочу, надену все широкое. Или, о, я сегодня классная, покажу талию. То есть это очень важно, чтобы вещи отвечали всем вашим запросам. Пожалуйста. Вау, у каев. Мне очень нравится. Вообще супер. Сразу ноги от ушей просто. Да, она подбирается. Демонстрирую Тане, что розовая сумочка у нас просто базовая. Все зависит от гардероба. То есть она хороший акцент, при этом у нас трикотажные штаны, черные укороченные худи. Очень стильный, классный пальто-халат от Нанушки. Такой стилек, как я люблю. Вышел в магазин соседний и красивый. И стал звездой стрит-стайл. Очень круто. Я вообще фанат вот этих пальто-кардиганов. Это пальто-кардиган Фрэнки Шоп. Смотрите, ну, ну, красота. Вообще. И также сюда, естественно, вместо трикотажных штанов можно джинсы. И у нас еще брюки взят. У нас там куча еще всего. У нас все есть. Что у нас есть в ателье? Они очень часто перешивают джинсы именно по талии, потому что шьют обычно на квадратик. А мы все не квадратик. Когда есть талия, конечно, это хочется, чтобы сидела идеально. Вот у нас такой вариант Total Black. Я не перестаю повторять, что девушкам с такой внешностью, со светлыми волосами, светлыми глазами, голубыми. Супер круто. Total Black. Потому что это нереальный контраст и смотрится классно. Наша базовая сумка. Да, наша сумка базовая. Она вообще дает такой панкушности, что розовая с черным. Еее. Очень красиво. Кайф. Катане там переодевается новый лук. Покажу вам классный тренч, такой дождевик от Фрэнки Шоп. Он с капюшоном. У него прикольные тут все кулиски. Достаточно широкий. Мы его классно подпоясывали розовую сумку, но я вам это не сняла, потому что мне надо еще успевать работать. Потому что я не все луки, конечно, вам показываю. Их много. Мне надо много говорить. Ой, обожаю свое новое кольцо. Просто не могу на него налюбоваться. Я, конечно, просто фанат Сацак. Ох, ребят. Мы супер рады. Очень рады. А Таня овсяны. Покупка просто овсяны. Вы просто посмотрите. Покупили все, что нужно. И следующий этап уже. Я приеду к ней домой. Буду внедрять в гардероб, который разобрала, все эти новинки. Она будет кайфовать от своих новых образов. Так, ну, раз я начала снимать лук, надо продолжать. Мой лук не поменялся. Сегодня минус 15. Мы пришли с мужем в Дори Сокол на завтрак. Заказали еды. Смотрите, какая тут красота. Какие тут вкусные. Это будет мой вишневый пирог. Это будет не мой чизкейк. Очень классный тут. Вот менюшка. Мы взяли вот это себе. Да. Спасибо. Ну, это очень стильно. Спасибо. Выглядит безумно вкусно. Это пряная вишня, кисленькая и сладкое песочное тесто. Будет все очень стильно. Саша нехотя попала в лоб. Ну, поздоровайтесь с подчипчиками. Утренний Саша. На самом деле мы пришли сюда не просто так. Это достаточно далеко от дома. Но тоже в центре. И скоро покажу вам один небольшой сюрпризик. Вот приехали наши тосты с авокадо. Тут целый авокадо. Я еще взяла яйцо пашот. Зерновой хлеб. Салатик. Мой капуч. Наш пирог. У Саши без яйца тост. Вот так вот классно. Приятного нам аппетита. Это супер кайфовые боты. Называются дезерты. Мега актуальны будут в этом сезоне. Думаю и следующим. Всем good morning. Мой утренний капуч. Саша, он уже почти допитый flat white. Саша. Опухший и ранний. Мы пришли завтракать в заведении, которое называется Mad Espresso. Он находится на второй советской. Сейчас покажу вам, что мы выбрали на завтрак. Так, я еще жду сэндвич. Вот ко мне пришел брауни с орехом пекан. Но мы саши на двоих, надеюсь, его поделим. А у Саши здесь English breakfast, который он очень любит. Но обычно мы едим его в пабах. И там, конечно, он выглядит более по-английски. По-хорошему томаты тоже должны быть зажарены. В целом, да, скрэмбл-тэкс, бекон. Ой, сэндвич. Чуть-чуть ворвусь в ваш влог. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо большое. Так, ну раз уж я вам решила показать быстренько апартаменты, в которых сейчас живу, то надо начинать с этого входа. Здесь сразу такая классическая петербургская гостиная встречает всех зашедших. С лепниной, с невероятной красоты, с зеркалом, с зелёным диваном. Зелёный сейчас моя отдельная любовь особенная. Как видите, у меня вот зелёное кольцо новое. Я люблю сочетание зелёного и фиолетового, зелёного и розового. В общем, вот там как раз фиолетовая ваза. Кайф дикий. Как будто всё делали под меня. Здесь у нас суперический рояль. Старинная печь, камин. Она не функционирующая, но во многих петербургских квартирах в старом фонде вообще запрещают это вытаскивать, переделывать. И даже есть служба, которая ходит и следит. И, насколько мне известно, даже штрафует, если вы что-то нарушите в этой красоте, в этом убранстве. Шикарно. Просто шикарно. Жду, когда придёт сестра и тут изобразит что-нибудь на фоно. Дальше мы проходим в такие широкие двери. Это старый фон, высокий потолок. Я в восторге. Здесь у нас спальня наша с мужем. Там у меня висят кое-какие вещички. Просто то, что я вам только что сказала. Зелёный, фиолетовый, розовый. Там ещё у меня в пакете стоят, но ещё не всё развесило. Вот от этой арки я нахожусь в диком восторге. Это такой скрытый, вшитый вовнутрь дома балкон. Я, честно говоря, не знаю, как с архитектурной точки зрения это называется. Но точно не эркер. Я мало в этих терминах понимаю. Здесь вот такая проводка. Красивущая. Выключатели стильные. Тоже зеркала. Я уже здесь немножко обуютила. Поставила свои всякие штучки. Скоро буду жечь Пала Санта, чтобы здесь ещё пахло. Так как я люблю. Дальше. Что у нас тут есть? Мне так нравится эта ваза. Я уже положила сюда свой макбук, потому что они похожи по цвету. Дальше здесь такое тоже винтажное. Зеркало огромное. Встречает гостей. А это напоминает мне пол в бутиках Прада. Это классический их пол. Чёрно-белый. Здесь есть ещё одна комната-спальня. Дальше тут у нас немножко темноватенькая эта кухня. Всё, что я люблю. Гейша, харибо. Винчик, чай. Тут такой небольшой закуток с кухней. И санузел. Тык-тык-тык. Тут душевая. Как-то так. Здесь весь мой ставчик. Бьюти-ставчик. Вот такие дела. Не знаю, показывать вам, не показывать. Сейчас фанатею вот от этого антиперспиранда от Origins. Я вообще очень люблю бренд Origins. Это моя любимая маска. Так, чуть у нас... О, ещё я влюбилась в их умывалку, да. Клинзер просто, просто шикарный. Вот этот... Я даже готова, наверное, забить на свой любимый эсоп ради него. Точнее, эзоп. А, и моя последняя любовь из бьюти-продуктов. Это... Вот этот крем Элемес. Проколаген, маринэ-крем. Очень его люблю. Использую ежедневно. Невероятный. Просто, просто кайф. Тырип-пирип-пирип. Что-то ещё. Здесь спрятан холодильник небольшой. В общем и целом, я кайфую, конечно, больше всего от этой комнаты. Ладно, думаю, на этом стоит закончить наш рассказ. Я пойду сейчас по магазинам смотреть для клиенток всякие интересные новинки, которые к нам приехали, и заодно покажу вам. Та-дам! Сегодня в Петербурге бешеное солнце. Я подошла к магазинам, куда собираюсь зайти. Очень классная витрина. Мне сейчас очень нравится, что делают Пьер Паула, Печоли и Валентина. Не особо мой стиль в плане, я ничего там не хочу себе купить, но мне безумно нравится и стилизация, и визуал, и очень нравится, как выглядят рекламные компании. Вот, у нас здесь магазин Валентина, дальше у нас там магазин Шанель. Я вообще иду в Бабочку, но в Шанель сейчас тоже зайду, потому что интересно, что нам приехало вообще из Новья. Потом еще у меня по плану Луи Бетон и Диор. То есть у нас вот такой... Тут еще Ролекс. Я здесь свои, кстати, покупала. У-у-у! Мой подарочек самой себе. Вот. Здесь такой... Эрия с бутичками. Здесь, кстати, очень любят себе фоткаться. Потому что очень в Петербурге сложно найти чистое, красивое по фону место для фотографий. Посмотрим, что у Шанель на витрине. Вот эта сумка, которую уже оскомину набила лично мне. И она никогда мне не нравилась, кстати. Вот. Ненужная информация. Так что, если она вам нравится, то, конечно, в этом ничего такого нет. О, как красиво! Мне нравится определенно цветовая гамма. Если брать в таком цвете, эту сумку еще куда не шло. Просто в черном. Она мне абсолютно не нравится. Этот блеск, не знаю. Просто, ну, не мое. А вот от такой я бы не отказалась. Очень красиво. Есть малявки эти, которые, как больше считаются, вводы тончейн. О, это будет супер в тренде сейчас в сезоне. Лоферы. И достаточно классные. Сколько они у нас стоят? Не вижу. А, 115. Такой вариант сандалик. Вот эти кроссы я очень люблю. Очень кайфово, очень легко работают в гардеробе любом. Все остальное, как обычно. Это я. Мой лучок. Какие-то забавные он. Ну, не знаю. Классичка. Жанра. Вот это классно. Тяжелая. Так, ну, в Шанель я не снимала, потому что работала, подыскивала сумку клиентки. Так что, сори. Но вот пришла в бабочку, и здесь я хочу себе что-нибудь приглядеть. Поэтому сейчас, наверное, что-нибудь паре и мерю. Очень люблю всегда, как здесь оформляют визуал, витрины. Уже стильное пространство двухэтажное. Что у нас тут есть? Какие сезонные сумки Луэвэ. О, красивущие. Такое все мягенькое. Приятное. Конечно же, шлепки в этом сезоне будут так вот суперактуальны, как и в прошлом. Хочу себе еще какие-нибудь отчетчи посмотреть, солнцезащитные. Тоже Луэвэ. Очень мягкие и прикольные кедики. Так, здесь у нас Гуччи. Гуччи у меня по списку ничего нет. Потому что ничего нового особо тут и нет. Вот эти еще с прошлого сезона стоят. Я как бы мерила, хотела, смотрела. Не суперудобные. Самые удобные кроссовки в мире. Гуччи Ритон. Обожаю. Да, что-то не густо пока что, не густо. Ладно. Вот это, конечно, классная Панама. Из Денима. Тут еще красиво. Лестница вверх. Так, ну, опфуайт я смотреть не буду. Что тут еще? Деву и Пакарабан. Нет, тоже мне не сильно интересный. Так что пойдемте с вами. Кстати, я мне рассказала, что на мне сегодня надето. На мне сегодня моя сумочка из Прада, которую я вам уже показывала. Я на форфетчу заказывала. Моя любимая розовая шапка. У меня куча шапок, но мне кажется, я ношу только эту. Пальто, дресс ваннот. Мне его обожают. Это всякие детали, типа, шелковых вставок в карманах и так далее. Трикотажные штаны. Я на супер расслабоне. Всегда, когда я работаю и бегаю по магазинам, я на расслабоне. Чтобы мне было комфортно максимально. Так что пойдемте с вами по этой прекрасной лестнице вверх. Ну, как я вам уже говорила, обувь вот такого плана будет супер актуальна весной, летом. Килоферы, большая подошва тоже никуда не ушла. Брендинг тоже, по сути, самые модные. Одни из этого, вот этих, JW Андерсона. Их уже скопировал бренд Uterk. Вот. Кстати, несмотря на то, что такая массивная цепь, они суперлегкие. Упс. Кольцо нет, не страдай. О, гад. Блестки, блестки, блестки. Вот у Selene. У меня есть вот эти лоферы. Еще с прошлого сезона, потому что я предрекаю тренды. Ладно, чучу-чу. В общем, они мне понравились. Я их купила, носила и буду носить опять. Клоги. Мега актуально в этом сезоне. У Hermes. Все любят. У Dior есть, у Selene. Я думаю, выпустили почти все. Поэтому. Что тут у нас еще? Кроссовки. Вот эти прикольные. Мне вообще нравится у Луэва этот логотип. Ну и начертания бренда тоже красивые. Так вот, когда они делают. Господи, у нас еще и весной не пахнет снег. Хочется, чтобы уже ушел. Хотя я любитель снега. Но очень люблю, когда сезоны все-таки сменяются. Так, ну там мужское. Мы с вами не пойдем. Пойдем дальше. Я вот не люблю стандартные сумки. И чаще всего мне привлекают какие-то такие истории. Очень интересная такая сумка-сундучок. Селин. Есть еще суперсезонная с Рафией, с какой-то плетенкой. Тоже очень классно смотрится. Лайк. Ой, пап. Конечно, не самая удобная сумка. То есть, получается, вы ее так закрыли, открыли, взяли. Ну, она такая красоточка. Эта фоточка и на ней красоточка. Вот. Вообще, я люблю сезонные сумки. Вот такие. Очень красиво смотрится плетенка. Вот эти сумки мне вообще не очень нравятся. Такие скучноватые, скучноватые. Я вообще пришла мерить Жак Вьюз и смотреть, что у них есть из коллекции. Потому что видела в Инстаграме. Оказалось, что вся коллекция представлена в маленьком магазинчике-бутике в Репино. Туда сейчас ехать я не готова. Но по дороге в дом, выходные, можно на заливе посмотреть. Но это, конечно, угар. Я не ожидала, что такое может быть. Блин, как прикольно. Что это за сумейка такая? Это Луэва. Хотя надо было догадаться по плетению на ручку. Я была отвлечена мыслями о Жак Мьюзе и тем, что он представлен в Пигненде. 184 тысячи. Такое пазлбэк стоит больше 200. Но она хотя бы выглядит как сумка. Так что, походу, я сегодня тут ничего мерить не буду. Блин, а было такое шоппинг настроение. Стелла Маккартни мне особо интересна. Марни тоже. Что там? О, миу-миу. Мне еще понравилась зимняя коллекция, которую представили на неделе мода. Следующие, получается, зимы. Окс, прикольная плетенка. Ну, не знаю. Вот у Селин мне очень нравится эта сумка. С винтажным логотипом. С колесницей. Очень красиво. Прям такая классная. Я пошла в Диор. Кстати, эти вот очень классные. Как их называют? Ладно, не важно. Панамки. Точно. Посмотри, что тут есть из обуви. Ничего интересного. Тут вообще нигде, ничего. Нет, есть мои любимчики. В прошлом сезоне мне не удалось их урвать. Потому что мой размер просто сразу же разлетелся. Очень классные. Шлепки очень легкие. Очень кайфовые. Еще посмотрим, что за размер. Так, я взяла померить себе сумку. Леди Диор текстильный. Сейчас смотрится круто. Я до этого на Леди Диор не смотрела, потому что они супер такие женские, классические. А это мне нравится. И у нее такой классный кроссбадди ремень, который идет в комплекте. Так, я пришла завтракать сегодня в гордом одиночестве. Я вообще-то люблю завтракать одна. Муж уехал на стройку нашего дома, на строительство. А я в Атлас Бестро. Мне кажется, я вам уже его показывала. Очень круто, конечно. Рядом с апартаментами, которые мы снимаем, там очень много рядом классных мест. Так, это все в шаговой доступности. Прям кайф. Я уж так устала от Рубинштейна и от заведений на Рубинштейну, что очень прикольно, что ты просыпаешься, идешь в новые места завтракать. Заказала я круассановое безумие. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. У меня там американский круассан, круассан с шоколадом. Ударим по круассанам сегодня. Это я свои задницы и ляжкам горю. Вот и я, если вы вдруг забыли, как я выгляжу сонная с утра. Да, у меня было как-то югофер. Вчера была пятница, я закончила свой онлайн-курс. Сегодня после шуши я такая пуша. Нет. Сейчас я позавтракую, повезу машину на полировку и встречусь со своими дружайками. Больше колонок сегодня нет. А завтра я сниму вам, как мы празднуем окончание масленичной недели в наших апартаментах. Хотя, может, сейчас его ничего посетим и посмотрим. Не очень люблю отвлекаться на камеру, когда встречаю с друзьями. Надо же болтать. Так, вот ко мне приехал мое первое блюдо. Это американский круассан. Там scrambled eggs, бекон, сильно зажаренный и жареный томатный черри. Я смотрела недавно какое-то интервью, а у тебя, по-моему, и ржала, что британцы угорают над нами, что мы называем не scrambled eggs, а типа просто scramble. А scrambled, ну, это типа глагол, да, тут у нас взбитые яйца. То есть он говорит, почему вы не называете, что это eggs? Я тоже поржала, подумала, что мы очень любим все сокращать. Выглядит классно. Сейчас буду пробовать. Вот мой второй круассан. Он внутри с шоколадным ганашем. То есть его разрезают. Ребята здесь сами выпекают круассан. Они разрезают, кладут туда ганаш, намазывают. И в духовку на какое-то время, чтобы он стал теплым. И вот это вот мне еще ждет. Так, а я опять пришла в Дорис Локал. Но уже без мужа. Сижу просто с веткой цветка, наслаждаюсь интерьерами. Мне очень нравится, как здесь все сделано. Жду свои сырники. Вот, внесли капучино. Народу мало. Еще даже 12. Нет, сегодня рано проснулся, что Саша уехал на стройку. Длин, я просто в восторге от этого камина. Очень кайфово. Сейчас у меня в планах для клиентки зайти в бабочку. Потом у меня массаж. И вечером у меня клиентка. Я буду собирать луки. Для Тани, кстати, которая уже в этом влоге засветила свой шопинг. Так что, пагнаем. Пришли мои сырники. Они цельнозерновые, с рисовой мукой, карамелью, ягодами и сметаной. Вот, сейчас буду их есть. Мне очень нравится здесь, как подают. И тарелки крутые, и приборы. Фасторик. Завтрак вдохновением. Это очень важно, мне кажется, начинать день с чего-то такого визуального. Прекрасного, ну и вкусного, конечно же. Так, я пошла в магазин. Сумки уже уехали, которые мне были нужны. Но это не повод расстраиваться. Посмотрите, я нашла джинсы, у которых называется модель Кейт. И они мне нравятся. Я думаю, может, мне надо. Сейчас померяю. Вообще, я сейчас взяла несколько вещей померить. И заодно вам показать. Так, ну я набрала. В общем-то. Хочу посмотреть, наконец-то, вообще, не видела еще вживую, по-моему, эту сумку. Хочу, ну она такая же, да, заломочки тут будут видны. Есть в двух цветах. И круто, что есть длинные. Это очень важно для сумок такого рода. Но сразу скажу, эти сумки портят одежду. Они цепляются и все такое. То есть носить ее лучше в руке. Дальше еще взяла себе померить вот эти клоги. Так как для клиенток ничего не осталось. Ни джинсы, селин, которые все сейчас хотят. Ни сумки, которые я жду, жванши. Буду мерить на себя. Это вот коллекция Мэтью Виллимса. Пришли новые. Новые жванши. Бабочку сейчас буду смотреть еще, как это садится. Ну и миу-миу, как и говорила, я взяла тоже. Не уверена, что моя попочка в это влезет, но проверим. Ну что, в эти джинсы я влезла. Они, кстати, сели очень клево. Мне в целом нравится вообще, как они сели. На попочке даже хорошо. Часто мою большую попочку все приплюснует. Вот. Глоги, кстати, очень удобные. Удивительно, но мне кажется, у меня немножко пяточка слезает. Классные очки. На них прям я залипала. Например, мы берем сюда вот такую сумку. И вот он, городской ледний образ. Готов. Легкие сезонные джинсы. Сумка. Плетенка. Клоги. Супер модные, актуальные. Здесь у меня еще лоферы и такие тапочки. Просто между слиперами просто и тоже клогами. Но супер явно удобные. Это тоже классные. Вот. Берем дальше. Я переодела обувь на белую. Взла сумку другого оттенка. Но, видите, тоже торчит пяточка. Хотя это, типа, мой размер. То есть у клогов всегда лучше брать на размер больше. Потому что наград он ходит по-особенному. Ну, тоже прикольно. Мне нравится такой вариант. Тоже городской. Такой классный образ. Вот я еще померила анорак джинсы. Ну, на самом деле, вещь очень моя. В общем, Мэтью Вильямс, который, как бы, имеет свой бренд алюкс, конечно, ну, это мой стилек такой аутдорный, полуспортивный, немножко торговый. И клево. Но этот анорак стоит, вроде, 300 тысяч. Не знаю, стоит ли это того. Но вот, опять же, вариант образа, когда на улице, как бы, ранняя весна. То есть вы какую-то куртку надели такого плана. Взяли все равно сумму, которая отдает к сезону. Клевые очки, клоги, джинсы. И пошли. То есть я бы так спокойно пошла, выходила в зоны днями, мне было булочка и фола. Вот. Еще один образ. Он уже такой поэкстремальный. Я бы назвала. Очень объемный лофер, яркие джинсы, сумка и анорак. Мне нравится. И, смотрите, очень часто боятся вот так вот черную обувь вписывать, да, в образ. Но на самом деле, так и очки у меня тоже черные. То смотрится это. О, кич. Но я не скажу, что я в восторге и от того, как сели эти джинсы жванши. Лофер, кстати, безумно удобный. Просто очень удобный. Мягкий. И из всех этих трех пар. Хотя казалось бы, что выглядят самые удобные вот эти, но нет. Самые удобные эти на втором месте селины. И марни вообще что-то не зашли. Наверное, потому что у меня подъем высокий. Да. Также мне нравятся сюда вот эти клоги коричневого цвета. Очень насыщенные джинсы, да. Очень восторг что-то я от них. И прикольно. Два оттенка розового сочетают. То есть я бы так ходила. Вместе с этим анораком спокойно бы ходила. То есть мне вообще супер кайфово, так и комфортно. Пишите в комментах, ребята, какой образ ваш любимый из этих. Что вам из обуви больше нравится. Вы выбрали лоферы, клоги или вот такие полуслиперы. Но это вот самая актуальная обувь в этом сезоне. Мне принесли вьетнамки Жак Мюс. И они на фотках, конечно, выглядят гораздо более привлекательно. Они такие прям огромные, еще жесткие, квадратные. Ну ладно, сейчас примерим, посмотрим. Так, мне еще принесли бижутерию. Это вот серьги Жак Мюсовские. Это подвеска с сумкой. Это очочки. Это я уже мерила, просто хотела вам показать. У них достаточно классные детали, мне нравятся. Мне принесли в эту сумку подушку. Мы уже решили, что ее удобно, конечно, в поездке брать. На сапсанчике себе под голову прикладывать. И, кстати, она достаточно хорошо смотрится визуально. В отличие от вот этих бот. Они как бы вообще убийство для ног. Я померила худи. Жизандер. Но это XS. Я хочу побольше. Джинсы, конечно, вообще топ. Просто. My dream. Надо брать, мне кажется, и худи, и клоги, и все. Потратить все деньги, как обычно, которые только заработала. Так, ну я пришла домой с покупками. И мне кажется, самое время посмотреть, что же я себе купила. Во-первых, мне очень нравится, что у бабочки в этом сезоне такой крутейший этот зеленый остромодный цвет. Похож на ботега Венета. Но не он. Как обычно. Я очень люблю, на самом деле, бабочку. Им, по-моему, они уже 30 лет на рынке Петербурга. Старейший магазин. У них много. Я была в Невском 152. Есть еще на 153, на 36. Есть еще Outlet. В общем, и еще, по-моему, Лор Пиана им принадлежит на Староневском. В общем, они классные. Бабочка Ван Лав. И самые классные мероприятия обычно всегда проходят бабочки. Так. Что есть из моей покупки? Ох, как все упаковано. Красота. Так. И коробка. Я не знаю. Вторая моя любовь после сумок. Это обувь. И, честно, летняя обувь, конечно, в Петербурге не так важна, как зимняя. Но я не могу. Не могу остановиться. Ну, мне очень кайфово. Ну, плюс я вам уже сказала, что это безумно удобная пара. Я все-таки... Я все-таки модница. Мне... Фокус? Очень понравились стеклоги. Замшевые, коричневые, с золотым... Таким... Золотой цепью. Ай-ай. И... В общем, они очень классные и удобные. Я не ожидала такого отклогов. Чуть-чуть длинная стена. Сколько? 63 800. Мне кому-то вдруг интересно. И покупка, которая... Ну, то есть... Я все равно человек такой. Не могу сказать, что я транжирую. Я продумываю свои покупки. И всегда считаю, сколько раз я это надену. Ну, то есть будет ли это актуально, удобно ли это, буду ли это носить. Это важно. Чтобы стоимость, как бы, оправдалась. И, как вы знаете, я большой фанат такого типа одежды. Поэтому я выбрала для себя худи Жильзандер. Я кайфую от этого. Когда-то немецкого бренда, названного именем ее, его создательницы. Или она даже Жильзандер. Ну, что правильно, по-немецки. Очень классный цвет. Мне нравится, как все выполнено. Какая фурнитура. Очень понравилась посадка, качество. Я понимаю, что можно пойти купить худи, не знаю, куда угодно. Там, в ту же Зару. Но так как это вещь и предмет гардероба, который является у меня стилеобразующим, я ношу худи очень часто. Я очень люблю капюшоны. Поэтому это такая сезонная, классная, приятного цвета худи. Я буду ее часто носить. Да, мимоза? И дельфинюм. Люблю цветочки. Красивый в адам. Все так сочетается, все так сочетается. В общем, шопинг удался. Еду дальше по делам. Вот это все-таки самое мое любимое место для сидения в этой квартире. Я прям кайфую. Мне нравится сидеть в этих креслах. Небольшой хаус. Это, кстати, хорошая такая цветовая подборочка в моем микрокардеробе, который я взяла с собой. В этом платье я была на Масленице. Звала друзей. Не успела вам, конечно же, снять, потому что очень люблю просто общаться с друзьями и ни о чем не думать. Но квартира, конечно, прекрасная. Это я домашняя. Вот такая статуя прекрасная. Всегда встречает меня, когда я иду на массаж в салон Буатай. Вот там я уже была. Я провела там час кайфа тайского массажа с моим любимым мастером. Еще никто ее не переплюнул, но я рекламировать ее не буду, потому что к ней просто невозможно записаться и так. А сейчас пойду куда-нибудь поесть, перед тем, как встретиться с клиенткой у нее дома. Вот такой мой супер незатейливый лучок. Я вообще осознала, что я умею ходить в одной и той же одежде благодаря карантину и всему. Мне даже нравится. Я меняю только обувь, сумки там, вот, куртки. Вот, на Петроградке. Сейчас пойду, наверное, в футуро-бестро, поем. Лицо человека, который час массажировался вверх тормашками. Глаза, я не могу это кольцо, я не устану от него, мне кажется, никогда. Я так его люблю, ношу каждый день. В общем, вы, как обычно, идете со мной. Я надеюсь, что клиентка моя прекрасная разрешит подснять то, как мы составляем ее луки. И это будет прекрасно, шикарно, великолепно. Я после массажа просто летаю, потому что я обожаю массажи. Мне так нравится, когда мои зажимы расслабляют, мою спину массируют. Я вообще... А больше всего я люблю массаж пяточек. Ладно, пошли откровения. Ну что ж, вот затонул мой ужин. Это у меня паштет куриный. Это у меня свежий хлеб. Это у меня маленький бокальчик белого грюнера. И здесь появится скоро стейк-планк. Ням. Так, что еще важно? Вот это айва. Это очень вкусно. Такие тонкие слайсы. Вот подъехал мой стейк-планк. Он порезан уже. Здесь вешенки. Здесь пюрешка. Огурочки, по-моему, и соус. Минный вроде. Я спасти съела паштет. Он просто божественный. Вот я пришла к Татьяне. Теперь мы собираем луки из того, что купили. Как вы помните, у нас была прекрасная сумочка, колоснючая футболка Акне. А это уже... А, и джинсы тотем. А это уже то, что тут они были в гардеробе. В этом и идея. Что я как бы включаю то, что мы купили, в то, что уже есть. Как у нас красота. Гоша. Ну, тут Гоша. Посмотрите, подписчики. Гоша. Какой хороуш. Там лапсы. Ой. А он грозный защитник. Снутки. Снутки. Мы с мужем пришли в новое место. Муж. Классные куртки Вик Дэйв. Классных кроссов Найки. Я покажу вам целую попозже. Тут очень клевое здание на Садовой. Харо. Смотрите, какие ручки. И очень стильная кофе, в которой мы сейчас будем завтракать. Да, наверх можно. Наверх можно, да? Ага. Очень стильно. Надо просто. Сейчас я пришел Флэт. Мне тартин с авокадо и лососи. Большой капучино. Сейчас еще подознащены десертики вкусненькие. Очень стильно. Я в восторге. Вот так прекрасно начинать день, когда тебе все нравится визуально. Вот Саше принесли медовик. Вот здесь считается прям супер-супер-супер десертом. Выглядит шикарно. А у меня аллергия на мед. Я ненавижу сейчас Сашу, потому что он будет это есть. Вот какая красота. А я кайфую. Очень вкусно. Очень. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Спасибо вам всем огромное за просмотр этого влога. Я вас очень-очень сильно всех люблю. Целую, обнимаю. Подписывайтесь на мой инстаграм. Смотрите в комментариях. Обычно все классные ссылки я пишу в описании. Задавайте мне вопросы. Я на все постараюсь ответить. Очень-очень люблю вас. Пока! Пока!